Приём, друзья! На связи Шедимен. Ну что, сегодня будет самая настоящая спецоперация, потому что мы попытаемся ликвидировать вот этих солдат, которые в прошлый раз, вернее вчера, не захотели делиться с нами топливо и даже не захотели нас брать с собой. Хотя я уверен, что вот эта вертолётная площадка и такое количество ящиков по-любому говорит о том, что у них очень-очень много ресурсов. Ну что, друзья, надеюсь, что нам с вами удастся их проучить. Ну и заодно мы на свою базу получим самый настоящий военный вертолёт. Но что-то здесь слишком много зомбаков, друзья. Мне нужна ваша помощь. Давайте так. Один лайк равно минус один зомби. И чем больше лайков наберётся под этим видео, тем больше зомбаков мы с вами ликвидируем и тем скорее. Завтра выйдет новая серия зомби-апокалипсиса. Так что ставь лайк, пиши с каким автоматом, снайперской винтовкой, ножом, гранатами, миниганами, чем ты бегаешь в комментариях и тогда мы точно ликвидируем всех зомби, которые здесь есть. Ну а те, кто из вас ещё не подписан на канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас и обязательно нажимайте на колокольчик. Всё. Погнали потихоньку готовиться к этой спецоперации. Приятного вам просмотра. Почему ребята не выходят на связь? Ты что? Вертолёт с автоматом? Так, меня если честно только единственное, что пугает, вернее, немного вводят в заблуждение, почему они все... Чё вылупился? Я говорю, проваливай отсюда. Раз. Два. Три. Блин, чёрт вы безумцы. Мы с вами, ребятки, поговорим завтра по-другому. Пора, Стеф. Пора уже начинать действовать. На улице давно полночь. Осталось только решить, как именно мы с тобой сейчас поступим. Как думаешь? Я бы на твоём месте поступил бы, конечно, по-тихому. Сейчас перестреливаться посередине ночи – это крайне отвратительная идея, как по мне кажется. Зомбаки набегут, и мы с тобой даже до этого вертолёта не дырёмся. Кстати, Стеф, по поводу вертолёта. Если у нас всё получится, ведь мы наверняка до базы-то на вертолёте полетим. У тебя опыт вождения есть на вертолётах? Брал когда-то давно пару уроков. Не уверен, что у меня получится. Но я постараюсь, у нас с тобой другого выхода нет. Так, смотри. Я займу какую-нибудь позицию на здании, буду контролировать ситуацию со снайперской винтовкой. Мало ли что, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Ты в свою очередь, тогда со своим оружием-скрушителем, будешь потихоньку ликвидировать каждого этого военного. Да, Стеф. Окей. Я понял. Жду тебя тогда на позиции, я пойду пока подготовлю все вещи. Как будешь на месте, дай мне знать по рации. Конечно, Шиди. Само собой. Так, мне нужно тоже, конечно, с этими вещами всеми разобраться, потому что у меня тут столько всего хлама всякого уже накопилось. Мне, если честно, это самому не нравится. Первым делом я, конечно же, сейчас выложу вот эту канистру с бензином, потому что если у нас даже ничего не получится, но нам нужно по-любому эту канистру как-то сохранить. Потом, я, наверное, тогда убираю вот эти все дробовики. Вот, да, наверное, дробовики вообще с собой убрать не буду, оставлю только вот эти две ППшки. Надеюсь, то, что и мне ими пользоваться не придется. Ну и, конечно же, настало время М416. Думаю, то, что я не все, не зря, вернее, все это время экономил эти патроны. Так, 556 на 45. Вот они. Так, мне остается только вот эти вот магазины. Уэмки дозарядить. Так, сейчас я это по-быстрому все сделаю. Так, 556 на 45 натовские патроны. Так, чтоб они не подходят, что ли, или я не могу понять? Так, 556 на 45. Так, они... Да, все, все нормально. Я уж подумал, что это какие-то не те патроны, но ничего страшного. Все нормально, все... А, это 39. Все, я понял свою ошибку. Это на 39. Я понял. Так, у меня еще есть такие патроны. Нет, к сожалению, только потом 45 и себе осталось. Но я думаю, у меня столько... Вернее, такого количества магазинов с такими патронами уже должно хватить. Как-никак там не 10 человек, а всего лишь 4 человека. Я вообще не понимаю, в чем проблема, почему они не могли нас взять с собой. Надо вообще посмотреть сначала, будет, что у них в этих ящиках лежит. Так, потом нужно убирать этот рюкзак ценный. Записки, бинокль возьму, планшет брать не буду. Ребята, тоже, кстати, на связь не выходят. Мне сейчас вот как раз таки все это дело вспомнилось. Так, а что с этими прицелами всеми делать? Я не знаю. Ладно, этот прицел достану тогда. Вот это все остальное дело я тогда буду убирать. Ух ты ж, на улице еще и снег с дождем пошел. Вот те на. Ладно, надеюсь, что он потихоньку дозакончится. Потому что под такую погоду все это делать мне совсем не нравится. Ладно. Что-то я заболтался. Короче, я пойду потихоньку. Обалдеть только. И снег, и дождь. Хотя, в условиях стелса, так скажем, я все равно собираюсь пользоваться оружием только с глушителем. Думаю то, что такая погода мне будет только на руку. Чтобы эти... Я даже не знаю, как их назвать. Это ведь явно не военные. Потому что, мне кажется, настоящие военные в такой ситуации. Вернее, в сложившейся ситуации. Вот зомби апокалиптиса. Они бы так точно не поступили. Черт, вот эти деревья везде так просли. То, что фиг пройдешь просто. Так, ладно. Попробую тогда как-то перемкнуть по правой части. Так. Че тут медведей? Никаких полярных нет. А то, если честно, уже не удивлюсь. Если я кого-то тут еще встречу. Помимо зомбаков. Потому что тут много всякой всячины водится. Так. Зомбятины. Интересно, как сейчас себя под дождем чувствуют. Их меньше или больше стало. Интересно, конечно, да. Так. Вот, все отлично. Я уже выхожу. И, наобалдите, снег и дождь идет. Надо же. Это выглядит на самом деле крайне странно. Так, потихоньку спускаемся. С этой горной вершины. Главное только кубрием. Не скатиться. Потому что, если я полечу, то полечу уже до самого низа. И я думаю, что меня потом уже никто не соберет. Так. Как-то, интересно, Стэф будет добираться. Опа. До здания. Как-никак у него там нога повреждена. Так. Вот он уже и мой первый клиентик. Так. На тебе. Вот так вот. Отлично. Просто великолепный удар. Так. Тут так все подсвечено. Вся эта зимняя дорога. Красиво выглядит, конечно. Так. Ладно. Потихоньку. Прибираемся. Блин, конечно, пипец. Такая суровая погода, реально. То, что прям атмосферу такую нагоняет. Блин, я тут вообще фиг поднимусь из-за этих сугробов больших. Так. Что ж ты будешь делать-то? Вот. Думаю, то, что вот здесь у меня получится сейчас это сделать. Как-то. Как-никак. Мне нужно по-любому сюда забраться. Так. Ух ты ж. Я понял. Так. Видимо, пока что там на улице у нас происходят осадки зомбаков. С каждым разом набегает все больше и больше. Обалдеть. Они просто всю базу заполонили. Как они только этих людей там не трогают? Сейчас я тогда добегу снова до этого зеленого ангара. Залезу на него. И уже с помощью этого ангара попробую просмотреть, что происходит на вертолетной площадке. Интересно. А вдруг они... Хотя нет. Звука вертолета за все время еще не было. Это значит то, что они все еще по-любому находятся где-то на этой базе. Интересно. Вот. Они даже вопросом неужели не задаются то, что якобы я, какой-то человек появился. Они вообще думают, интересно, куда я пропал? Куда я пошел вообще? Что же со мной будет? Кто я такой? Они просто сразу сказали то, что нет, у нас там нет ресурсов никаких. И послали... Они мне даже в спину начали стрелять. Мне кажется, так поступать уже совсем плохо, на самом деле. Так. Сейчас я бинокль достану себе из кармана. Вот он. А то так что-то ничего не видно. Так. Еще приближение работы. Да. Вот оно приближение. Так. Что-то их там на самом деле на вертолетной площадке-то я не наблюдаю. И... Так. А где они могут быть-то тогда, если они не на вертолетной площадке? Неужели они куда-то на ночлежку остались в одном из этих зданий? Так. Но ящики они, кстати, так и оставили на улице. Окей. Так. Там какой-то... Ух ты! Это что за генератор такой? Я такого генератора раньше не видел здесь. Его же точно не было. Так. Судя по всему, они где-то там находятся. Решили переночевать. Окей. Я понял. Тогда мне нужно будет немного подготовиться. Так. Блин. Я прицел-то тот не взял, который хотел другой взять. Потому что... Ммм. Блин. Так. Это, конечно, этот прицел. Он тоже как вроде снайперский идёт, но... У него что-то произошло с оптикой. Если честно, мне просто не нравится, как он сам по себе этот прицельчик-то у нас работает. Сейчас я, конечно, попробую ещё раз. Но... Не знаю. Мне кажется... Это реально как-то неудобно. Ладно. Пускай пока что будет он. Мало ли что. Но вроде как с этой точки стрелять даже немного удобнее, нежели чем вот с этой фигни. Так. Ладно. Сейчас я винтовку тогда разогрею. Вот. Блин. Офигеть. Этот прицел, конечно, наоборот, отдаляет. Всё. Я понял. Нет. К чёрту. К чёрту этот прицел. Потому что он мне только... Не даёт преимущества, а, наоборот, оказывает противоположное влияние. Так. Ух ты ж. Блин. Так. Менты, 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 менты. Аптеки. Я уж что-то не заметил. Что-то эти зомбаки какие-то уж слишком мощные, когда идёт дождь. Либо, я не знаю, они ночью такие сильные. Так. А где? Да. Откуда ты вылез? Я же только что проверил все эти палатки. Что вообще это происходит-то? Я понять не могу. Всё. Нормально. 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 Всё. Всё. В порядок. Порядок. Я испугался то, что я уже открыл огонь по полной. У меня же там этот. Оружие с глушителем. Так что всё будет окей. Так. А чё у меня? Я чё, аптеки не взял, что ли? Это как так-то? Ё-моё. Так, окей. Окей. План Б. Я тогда сейчас сразу приму вот это обезболивающее. Так. Вода у меня есть. Сейчас я водой по-быстрому всё это дело запью. Чтобы всё по-быстрому... Опа. Вот так вот усвоилось. И тогда вот эти обезболивающие пока что оставлюсь. Вот здесь. Так. Пилюлю тоже эту положу. Окей. Всё. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Сейчас. Магазин оттубираю. Так. Прицел. Первым делом я, конечно, прицел оттубирую, потому что он просто крайне фиговый. Он просто офигеть какой фиговый, конечно. Так. Ладно. Сейчас я аккуратно перебегу на эту сторону дороги. Мне нужно первым делом выяснить, куда же всё-таки делись все эти солдаты. Они где-то здесь находятся? Может они, кстати... Нет. Вряд ли. Вряд ли то, что они пошли настолько туда далеко. Так. Ну, неужели их там зомбаки даже не беспокоят? То, что никакой стрельбы вовсе и даже и не слышно абсолютно. Так. Там какой-то... А! Вон, видел. Видел, видел, видел. Там один этот... Примелькнул один из них. Так. Сейчас я ещё раз посмотрю. Мне нужно убедиться то, что это именно так. Так. Ага. Вон он. Вон он, вон он, вон он. Ходит, ходит там. Сейчас. Вон там его голова торчит. Так. Ладно. Неужели они все эти боеприпасы оставили просто так без присмотра? Тогда действительно. Ну-ка, чё у вас здесь, ребята? Нет. 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 Я не верю. Только не говорите мне то, что у вас всё здесь пусто и вы здесь прилетели ради того, чтобы просто погрузить эти пустые ящики. Вы серьёзно сейчас? Вы... Вы серьёзно? Что? Нет. 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 Такого быть не может. Такого просто не может быть. Так. Окей. Сейчас я попробую пробраться немного повыше. Так. Чё он там не видит меня? Так. А! Я понял. Всё-всё-всё. До меня дошло. Конечно-конечно-конечно. Они сейчас сидят вот в этой базе, потому что они положили туда мешки с песком, колючую проволоку натянули на ночь. Так. Один ходит здесь, остальные, видимо, где-то находятся там. Этот охраняет генератор. Значит, в этом генераторе, возможно, находится топливо. Иначе объяснить, почему он там стоит и так тщательно за всем этим делом следит, у меня просто нет идей. Так. Ну что ж, погнали. Сейчас обысим эти ящики. О! А вот здесь уже хоть что-то. Так. Чё это такое? Электродвигатели какие-то, получается, запасные детали. Я не знаю, в принципе, каждая деталь, возможно, она и полезна. Просто я в этой технике военной, что касается вертолётов, танков и тому подобное, не очень разбираюсь. Так. Здесь что? Здесь какой-то белый фабричный материал. Я не знаю, может, они одежду из этой штуки шьют, либо бандажи рвут, чёрт их знает. Так, эти ящики пустые. А что они пустые-то? Стоп. Ну-ка. А, так у них это? Крышка открытая. Вот они почему пустые. Всё, я понял. Я это дело просёк. Так, никто не идёт. А то у меня такое чувство, как будто бы пока что я здесь копаюсь в ящиках, какой-нибудь из этих солдатов подойдут меня, да и запалят. Ну, нет. Блин, у меня костюм ещё зелёного цвета. Мне бы на самом деле тот белый костюм, тогда бы меня точно не было видно. А так я как этот, блин. Белая ворона. Ух ты! Опупеть! Что я сказал там про медицину, то, что я с собой не взял? Я беру свои слова обратно. Обалдеть, сколько здесь всего! О, это же на сколько человека, на сколько это хватит только и они мне впаривали информацию о том, что они не возьмут меня, вернее нас там всех, да нет, хотя бы меня, из-за того, что у них мало всего. Так, да идите-ка вы, сейчас я вот это, я себе медикаменты сразу сейчас возьму. Ладно, понятно, короче, эти они специально нас обманывали для того, чтобы просто с собой не взять нас из-за вредности, понятно. Ну, сейчас я вас, сейчас мы с вами, ребята, разберёмся по-другому. Да-да, Стеф, приём. Чё, ты как, на позиции? Да, чё, иди на позиции. Слушай, я сейчас относительно ты... А, я вижу, слушай, я вижу тебя, ты на вертолётной площадке находишься. Ты как... Конечно, тебя из этого зелёного костюма очень хорошо видно. Так, смотри, я нахожусь в левом здании от ветряка. А, так, левое здание... А, понял, Стеф, понял. Так, ладно. Слушай, ну, зато я тебя отсюда точно никак не увижу. Да. А, нет, вон, вижу, у тебя немного там эта винтовка торчит из окна. Всё, Стеф, я понял. Тогда следить за обстановкой. Эээ, надеюсь, всё пройдёт гладко. Конец связи. Всё. Обалдеть, Стеф только-только дошёл. Хм, ему, конечно, так много времени понадобилось, но ещё бы, у него там нога израненная вся. Так, ладно. Что интересно будет в этом ящике, если честно, мне уже не терпится просто-напросто узнать, реально. Ух ты, блин! Обалдеть! Нет, это просто какие-то джекпоты. Вы серьёзно? У вас нет ресурсов, и вы не хотите нас брать с собой? Да, ребята. Скар, калашников, АС-50, винтовка, два пистолета, УЗИшка, миниган! Чего? Миниган? Серьёзно? Да ну нафиг! Вы сейчас серьёзно это всё? Обалдеть, я миниган никогда в жизни не видел, если честно. Ладно, я надеюсь, что сегодня до минигана дело не дойдёт. Ох! А топлива-то тут сколько? Это просто золото! Это... Зачем мы столько времени на базе? Зачем мы... Зачем мы в Стефа травмировались? Зачем я ходил всё это время? Что-то тут искал, если можно было дождаться вот этот вертолёт и просто забрать у них всё это топливо. Обалдеть! Какое-то фиолетовое топливо, красное, ещё одно красное топливо. А пупять! Гранат сколько нет! Всё. Нам нужно забрать этот вертолёт. Осталось только ликвидировать вот этих солдат, которые с нами не хотели делиться. Конечно, конечно, может быть, мне стоит попробовать всё-таки договориться на мирные какие-то урегулирования между нами, как бы, чтобы мы договорились, чтобы как-то они поделились ресурсами, либо пригласить их на базу. Но меня просто их командир, он реально меня пугает, потому что он просто категорически со мной отказывался разговаривать, а потом ещё начал стрелять в меня. Так что, ребята, если вы не хотите по-хорошему, то будет по-плохому. Так, мне нужно снять вот этого бандита. Ладно, буду их называть бандитами. Ну, разве кто так поступает? Конечно же, только бандиты. Так, а... Сейчас я вроде бы никого больше здесь не вижу. Это значит то, что, в принципе, можно потихоньку вот этого ликвидировать. Сейчас он только дотянется до этого угла, и я пущу в него пулю. Так, давай-давай-давай, только остановись. Пожалуйста, только... Есть! Всё! Отлично! Минус один. Минус один готов. Так, никто меня не видел? Ничего здесь нет? Опять, всё нормально. Всё чисто. Конечно, из-за этого снега так обзор снижается, но ничего. Снег компенсирует мой сегодняшний зелёный костюм. Так, пустая канистра. О! А здесь полная. А здесь просто полная канистра бензина. Забираю. Забираю, конечно. Так. И теперь нужно потихоньку протягиваться вот до этих зданий. Нужно понять, кто где у них там сидит. Я, наверное, сейчас сделаю вот что. Я немного отбегу назад, залезу вот на этот холм, возьму бинокль, через бинокль уже посмотрю, кто там у них где сидит. Потому что так будет намного безопасней. Так, я вижу то, что один солдат ходит там по базе. Это ещё один. То есть ещё должно быть где-то двое, потому что минус один уже есть. Так, ладно. Так, у меня получится как-нибудь залезть вот на это здание, интересно. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! Командир спит. Ну, спи, спи. Сейчас мы с тобой скоро уже разберёмся. Сейчас тут все твои солдаты лягут, потому что вы даже не подозреваете в том, что... Это там ноги торчат или что такое? Ну-ка. Да, реально. Так, двое спят, один ходит. Это значит, что отличный момент, чтобы ликвидировать вот этого. Так, где ты тут? Давай, давай, давай. Опа! Отлично! Так, сейчас я тогда сниму вон того. Так, давай, 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 так. Ну-ка, на тебе, получай. И остался только командир. Ну, командир, держись, сейчас тут... А! Растяжка! Динамитная растяжка! Ложись! Это что было? Это что только было-то здесь? Блин! Зомбаки-то как орать начали! Зомбаки-то! Ё-моё! Стеф! Стеф, приём! Слушай, у нас ситуация из-под контроля вышла. Давай быстро в вертолёт, стягивайся, там ресурсов всего хватит. Сейчас зомбаки набегут, нам нужно вертушку срочно поднимать. Стеф, как понял меня? Да, щади, щади. Я уже возле вертушки. Вернее, я уже в ней прямо нахожусь. Так что ты давай ко мне подчагивайся быстрее. Понял, Стеф. Конец связи. Я выбегаю. О, наконец-то. Наконец-то осадки закончились. Так. Стеф. Всё будет нормально. О! Откуда их там столько набежало-то? Секунда времени прошла. Они же там закричали откуда-то издалека. Чё при... О! Блин. Всё, мы попали. Это Атас. Мы попали. А, Стеф, приём. Стеф. У нас проблемы очень большие. У нас просто... У нас более чем большие проблемы. Они окружили вертолёт полностью. У меня патронов не хватит, чтобы... Я даже подобраться туда никак и спокойно не смогу. Стеф, чё делать? Щади, щади. Тихо, тихо. Я внутри вертолёта сижу, но я не смогу ничего завести, ничего сделать, пока что они окружают меня. Сначала нужно ответь зомби. Иначе тут эти гиганты, они просто перевернут вертолёт. Тебе нужно их как-то переманить для себя и перебить. Понял, Стеф. Ладно, у меня есть кое-какая идея. Не знаю, правда, получится она у меня или нет, но... Увидим. Конец связи. Так, у меня идейка одна есть. Я думаю, как-нибудь попробовать добраться до этих ящиков. И попробовать ухватить миниган. Потому что меня просто со своими патронами... У меня не хватит. Просто банально не хватит патронов. Нет, зомби меня просто в колючую проволоку даже загоняют. Блин, что происходит? Это шатас полный. Это просто капец полнейший. Так, ладно, миниган, миниган, миниган. Мне просто нужно взять миниган. Мне просто нужно взять миниган. Так, взял. Я его взял. Взял, 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 взял. Все, гиганта, гиганта, гиганта нет. Блин, у меня просто сердце, просто сердце захватывает. Так, на тебе. Получай. Так, вот так вот. Отлично. Ух, блин, он тяжелый. Он слишком тяжелый, а гигант слишком быстрый. Так, убегай, 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 пожалуйста, быстрее дверь, открывайся. Успел. Успел зайти в здание. Ладно, туда выше не буду подниматься. Сейчас тогда сломаю вот это окно, потому что, в принципе... Так, ладно, не хочешь? Делаем по-другому. Вот так вот. Отсюда они меня точно не достанут. Так, ладно, сейчас главное с этими только справиться. Так. Ну что, гигантина, попробуешь меня достать как-нибудь? Так, на тебе, зомби, получайте. Ух ты ж, вот это экшн. Такого у меня еще никогда не было. Ладно, вот она тебе и настоящая, самая гиблая база. Так, ну что ты там застрял, зампятина? Так, у меня есть огненные гранаты, какие-нибудь огненные гранаты? Пожалуйста, вообще нифига нет. Почему в самый нужный момент, как всегда, у меня просто ничего не оказывается? Так, давай, давай, давай. На тебе. Получай. Патроны кончились. Перезарядка, перезарядка. Давай, 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 мини-ганчик. Давай, родненький мой. Вот так вот. Отлично. Обалдеть. Вот это мощь. Вот это настоящая мощь. Вот это я понимаю. Но, конечно, то, что я не взял с собой дробовики, это минус достаточно большой. Так, а что они на меня вообще внимания не обращают эти гиганты? Я понять не могу. Вы что там, сгипнотизированные, что ли, какие-то или меня реально... Не замечаете. Они... Обалдеть. Вот бы нам на базу, конечно, таких мини-ганов побольше поставить, потому что зомби, они вообще абсолютно даже сделать ничего не могут против этих мини-ганов. Так, вот он в колючей проволоке застрял. Вот так-то. Так, давай, давай, давай. Блин, это мощь. Мини-ган это самая настоящая мощь. Если честно, я не думал то, что это всё так будет отлично работать. Вот честное слово. Я думал то, что мне придётся просто валить, куда глаза только глядят. Так, как бы ко мне только сзади никто не подошёл там. Так, на тебе. Гигантина. Всё отлично. Блин, это легко. Это просто вашу дивизию легко. Так, на тебе ещё, получай, получай, получай. Так, всё, ладно. Пора валить. Пора валить. Так, Стеф. Стеф, я уже бегу. Чёрт, ещё зомбаки набегают. Так, Стеф, 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 ты здесь? Да, Шеди, садись в заднее сиденье. Так, понял. Всё, Стеф, поднимай, поднимай. Шеди, Шеди, я поднимаю, поднимаю вертучку. Давай, 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 Стеф. Всё, полетели, полетели отсюда. Стеф.